Добрый день, уважаемые зрители канала Катранган. Рады вас видеть. Данный видеообзор посвящен палатке от известного чешского производителя Ханах, который себя неплохо зарекомендовал. Палатка называется Крэх модель. Рассчитана она трех персон, как мы видим. Ну, на крайняк влезет еще одна из каких-то аварийных условий. Что касательно характеристик данной палатки. Мы видим, что водонепроницаемость тента 4000 мм. 10 000 мм водонепроницаемость на 3 дуги, что говорит о несколько упрочненной конструкции палатки. При весе в 3,450 мм. Что для трехместной палатки вполне и вполне приемленно. Палатка невысокая, всего 105, скажем так, сантиметров по высоте. Видимо, она предназначена для каких-то достаточно ветреных условий. Ну что ж, приблизительно так выглядит это все дело. Если говорить непосредственно о самом чехле, на таких вот красных красивых затяжках присутствуют у нас два, соответственно, фастекса, которые, когда мы открываем, расслабляют чехол. Присутствует такое вот еще расширение на чехле, позволяющее нам без проблем вкладывать в него палатку, даже свернутую не самым аккуратным образом. Ну, в общем, как бы все продумано. Кроме всего прочего, присутствует поперечная такая стрепа для приноски в руке. Используется как ручка. Значит, откроем мы данную палатку. Давайте, вот сбоку. Откроем и посмотрим комплектацию. Итак. Такой вот мы с вами видим сразу же яркий тент. То есть палатка явно предназначена для экстремальных условий. Тент достаточно прочный, не самый тоненький. Вот чем, видимо, и объясняется достаточный вес такой палатки. И хорошо виден во всевозможных экстремальных местах. Как то там заснеженный склон. Ну, в общем, цвет самый, что ни на есть подходящий. Так же в комплект входят дуги. Дуги, как мы видим, дюралевые. Как я и говорил, их три. Одна отмеченная, мы видим, кончики с желтым цветом. И две стандартные, несущие черным. То есть две основные дуги и одна модульная. Как мы понимаем, из расцветки. Так же колышки в комплекте. Такие хорошие, отличные и достаточно мощные дюралевые колышки, я бы сказал. Сделаны культурно и аккуратно. И непосредственно спальное отделение. Вот как раз мы видим тот самый пол, который 10 тысяч водонепроницаемость. И непосредственно стенки внутреннего спального отделения. Сейчас мы, поскольку так не очень понятно, как это все выглядит, соберем. Ее в два этапа. То есть, соответственно, сначала раскрепим на дугах внутреннее спальное помещение. После чего уже как бы накинем тент. И покажем вам процесс сборки. А также все особенности данной палатки. Итак, приступим. Итак, первый этап сборки. Как видим, три дуги идут таким своеобразным треугольником. Расклинены в данной, скажем так, схеме. Крепятся внизу посредством вот таких вот люверсов металлических. Где присутствует же и петля натяжения колышком. Также тут присутствует фастекс для крепления, вернее, половинка фастекса для крепления наружного тента. И также для этих целей еще есть пару фастексов, которые разбросаны в ключевых точках палатки. Палатка, как видим, такой необычной формы. Асимметричная. То есть, нельзя назвать это какой-то определенной фигурой. Кроме того, одна дуга, как мы видим, вынесена на вот таком удаленном, скажем так, на удаленном люверсе. Это сделано для того, чтобы, когда мы растянем сверху тент, увеличить пространство тамбура возле данного входа. С противоположной стороны системы такой нет. Там просто как бы растяжка идет спального отделения. Д-образный вход. Д-образный вход достаточно большой. Открывается на всю, как мы видим. И закрывается тоже так совершенно замечательно. Секундочку. Две молнии, вернее, две собачки. На каждой присутствуют такие маленькие темлячки. Удобно будет с ними разбираться, если даже руки в перчатках, не вопрос. Из того, что составляет вентиляцию палатки, тут есть всего как бы два варианта. На входных, собственно говоря, клапанах они дублированы противомоскитной сеткой. На отдельной молнии она отстегивается. И получается такое полупрозрачное вентилируемое окно, которое составляет, в общем-то, всю вентиляцию палатки. Вот таким вот образом. На противоположном входе аналогичная система. Поэтому, как бы, вентиляции, как если рассчитывать на то, что это демисезонная палатка, более чем достаточно. Что еще можно рассказать? Вот данная палатка. Здесь, я думаю, абсолютно комфортно разместится три человека. Места внутреннего пространства более чем достаточно. Вот откроем и второй вход. Я вам попробую объяснить, скажем так, внутреннее пространство. То есть, его здесь более чем достаточно. То есть, много места. Не вопрос. Как бы, можно спокойно переодеться. И, как бы, не особо тревожить соседей. Распихать их по уголкам и переодеваться. И все будет отлично. Значит, если вы решили отстегнуть полностью вход палатки, и он вам несколько мешает, предусмотрены вот такие вот кармашки, с которыми их можно заправить. Вот таким вот образом. Чтобы они вам не мешали. Также на одной из стенок, на вот этой непосредственно, расположены два сетчатых кармана для всевозможных мелочей. То есть, карманов не сильно много, но они, в принципе, есть. И как-то мелочи можно будет вполне по ним распихать. Также здесь присутствует вот колечко. Такое, для того, чтобы иметь возможность подвесить осветительный прибор. Ну, в общем, достаточно просторное, как видите. Сейчас мы соберем ее полностью. То есть, накинем на нее тент, пристегнем и растянем. И покажем вам, как она выглядит в абсолютно собранном состоянии. И вот мы растянули тент. И получилась у нас такая палатка-холмик. Асимметричный холмик. Как видим, она не очень высокая. И такая достаточно, как бы, объемная по полу. По идее, вообще, должна быть достаточно обтекаемой. То есть, выдержит достаточно неплохой ветер. Много, много креплений под колышки. Мы растянули, чтобы, как бы, приставить... Не на все колышки мы стали растягивать. Просто, чтобы вам было понятнее, как же она выглядит в полностью собранном состоянии. Вот, также присутствуют такие, очень яркие штормовые растяжки, которые предназначены на случай каких-то уже около там ураганных вариантов. То есть, можно дополнительно скрепить либо за деревья, либо точно так же на колышке. При помощи этих оттяжек можно раскрепить палатку. Что сказать по поводу вентиляции. Есть вот такое одно окошечко, в котором в самой, скажем так, в край окошечка в кармашках специально вставлена такая гибкая пластиковая вставка, которая придает форму данному вентиляционному окошку. Если что, его можно просто застегнуть на липус. То есть, прижать и застегнуть. Если, допустим, на улице очень холодно. Аналогичное окошко вентиляционное присутствует с противоположной стороны. И сейчас мы вам покажем, собственно, основной вход и эту дугу, которая вынесена для того, чтобы увеличить тамбул. Сейчас вы видите задний вход. Он невелик. То есть, просто остегивается молния и туда можно войти. В тамбуре, скажем так, тыльного-тыльного входа ничего особенного не спрячешь, не положишь. А вот, в основном тамбуре, когда мы его откроем, сейчас вам покажем, все-таки есть некоторое количество места, как мы видим. Его можно либо открыть полностью и зафиксировать здесь, либо в закрытом положении, получается, что под ним еще присутствует некоторый объем, в котором можно хранить всевозможные личные вещи, то есть, например, обувь здесь может стоять, чтобы не навокло на улице, либо вполне войдет какой-нибудь небольшой рюкзак. Ну, если погода на улице совсем не радует, то в этом небольшом тамбуре, скажем так, вылезя из входа наполовину боков, можно устроить небольшую кухоньку, чтобы, скажем так, не делать этого под дождем. Газовый баллончик, какая-нибудь небольшая крючка с водой, всегда можно что-нибудь по-быстрому приготовить, то ли кофе, то ли сублиматы. Ну, в общем, вот такая интересная, яркая, достаточно оригинальная палатка, многим, многих, возможно, заинтересует, и если да, то обращайтесь к нам, звоните, подписывайтесь на наш канал, всегда интересные новые видео обзоры, не забываем о хороших скидках, скидках для постоянных клиентов, ну и до следующих обзоров.